День добрый паной, витающее господарство! Итак, у нас сегодня долгожданный GILI CoolRay SX11. Спасибо вот автоцентру GILI на Тимирязево, одни из первых ребята получили этот автомобиль и тут же предоставили нам его на тест-драйв, чтобы я и вы со мной вместе ознакомились с этой новинкой. Машина производится у нас в Минске, ее все-таки запустили производство на заводе Белджи, ну не в Минске, а под Минском. Вот, это наша национальная белорусская гордость-сборка, в этот проект вкладываются огромные ресурсы. И надо сказать должное, что завод начинал достаточно простых автомобилей, можно сказать на то время уже даже устаревших. То вот эта машинка очень современная, выглядит очень симпатично и надо сказать, что практически свежая модель вот 19-20 года даже по меркам Китая. Что мы по эту машину будем рассказывать? Давайте кратенько пробежимся по технической части, потому что это, конечно, интересует всех, что с этой машиной внизу, что с ней сверху, что у нее в капотном пространстве. Ну, скажем так, известно по поводу этого автомобиля достаточно немного. Более того, даже сам дилер до конца еще не имеет всей полной информации, что с тем автомобилем происходит. И меня просили, между прочим, поскольку это самые первые такие полутестовые, полуфинальные образцы, не показывать это автомобиль на подъемнике. Я так понимаю, не все еще отлажено до конца. Расскажу то, что знаю по мотору, по коробкам, по ходовой части, что известно пока из той скудной информации, которую удалось выцепить от китайцев. Ну, никого не секрет, что Geely покупает много очень активов по всему миру. В данном случае нас интересуют два из них. Первая это Volvo, которую Geely давно-давно уже купила и владеет. И вторая интересная вещь, что Geely достаточно плотно сотрудничает с гитрагом. В плане Volvo, что здесь? Вообще, Volvo приложила руки, как я уже давно и говорил в обзорах Atlas, что Volvo приложила очень много и очень сильно рук. И каких-то инженерных и конструкторских часов, человека часов, вообще в проработку последних поколений этих автомобилей. Если с Atlas это было на уровне настройки, какие-то прикидкам по платформе, по салону было много идей от Volvo, то здесь уже практически, уже достаточно глубоко в эту машину залезли их руки. Если вы садитесь в салон, вы почувствуете, что от Volvo там прямо очень много всего. То переключатели, даже подрулевые уже точные копии, видимо, они уже собираются в Китае и заодно ставятся даже и в Geely на конвейер. Много элементов по эргономике пересекается с Volvo. Практически крайне тесное и плотное сотрудничество. И мне кажется, что многие решения даже делаются непосредственно и конкретно прямо для Geely, для вот этого вот бренда. Geely, конечно, в Европе будет запускать и совместный бренд, потому что то, что они делают для нас и делают для Китая, возможно, где-то в Европе продавать будет затруднительно, ввиду того, что все-таки имеются некие патентные вопросы. Но будут выводить отдельную совершенно третью, третий бренд, это будет Link. У нас же, в принципе, будем ездить вот на Geely. Я считаю, что эта машина достаточно такой яркий и современный автомобильчик, который, в принципе, заслуживает внимания. По моторам, здесь уже просто чисто Volvo, без всяких вопросов, здесь никто ничего не воровал. Моторчик полтора литровый, трехцилиндровый, турбированный, из последних поколений вот этой Volvo модульной архитектуры двигателей. Volvo эти моторчики пилит, в принципе, даже с прицелом на гибридные составляющие, может быть, когда-нибудь этим дело все и разразить. Самое интересное, на самом деле, идет дальше. Коробка. Коробка здесь уже Volvo, на самом деле, почти нету. То есть, Volvo здесь никаким образом не связано. Волю, в принципе, сама коробок-то и не делала, никогда не делает. Geely заявляет, что здесь стоит коробка своей собственной личной разработки. Семиступенчатый, мокрый, робот с двумя сцеплениями. Ну, аналог DSG. Хотя, я бы сказал, что это полный аналог пауэршифта. А точнее, такое развитие шестиступенчатой коробки Гитрага. То есть, пауэршифта, который все хорошо знают. 6, 10, 450, который ставился на Volvo, который ставился на Ford, на Mondeo, на Focus и так далее. Это семиступенчатый робот с мокрыми сцеплениями. Вся обвеска, в принципе, очень близка к тому, что мы имели у Гитрага на шестиступенчатом роботе. Значит, по шасси этого автомобиля рассказывать можно много. Рассказывать можно много интересного. Опять же, ребята, извините, прошу прощения, но показать все вам это не смогу. Может быть, вы потом сами это проверите лично. А пока просто на словах буду описывать, что я знаю, что мне удалось посмотреть краем глаза без подтверждения картинкой. Вы уж извините, но такие условия. Значит, по шасси этого автомобиля. Это маленькая машинка класса B. По тому, как она сделана архитектурно, это все хорошо видно, на самом деле, если вы, может, попозже это будет уже доступно. Если вы посмотрите снизу, на самом деле, четко видно вся архитектура машины, что это вот такой Rio X-Line. Очень похоже на по идейной компоновке. Обычный хэтчбэк B-класса, просто с большими колесиками. Поперечный расположенный маленький моторчик. Достаточно простая передняя подвеска Максином с L-образным, таким выгнутым рычагом. Классическим рычагом для японской школы. То есть немцы делают рычаги немножко другие. Здесь именно японская школа по рычагу по переднему подрамнику. Электронный усилитель. Сзади за подрамником стоит достаточно мощный стабилизатор поперечной устойчивости. Кстати, единственный момент, что видно, что все-таки делали с какой-то базового автомобиля и стабилизатор немножко расширяли. То есть там есть такое кованное удлинение у стабилизатора, что не характерно для классических автомобилей вот такой компоновки. Видно, что его немножко расширяли относительно какого-то базового автомобильчика. То есть изначально он был чуть-чуть уже, похоже. И L-образный рычаг тоже немножко так не характерно увеличен в пропорциях. Сзади у этой машинки также, что, скажем так, отдает B-классам. Сзади у нее классическая балка. Полунезависимая балка. Я долго пытался понять, на самом ли деле вот эту платформу BMA, B-класс, платформу Джили делала сама. И потом случайно заметил по двум вещам, случайно всплыла у меня в голове ассоциация с Toyota Yaris последнего поколения. Первое, что выдает здесь Yaris, это, конечно, задняя балка. Это первое, что я увидел на подъемнике. Характерное крепление пружины. Потом за ней идет вертикально стоящий амортизатор, который крепится к чашке пружины на таком B-образном кронштейне. Характерный очень кронштейн. И, что еще характерно выдает сходство этой задней балки с Yaris, это вырез в балке. Такой овальный вырез в балке напротив ступичного подшипника с внутренней стороны. Я прям очень, вот прямо у меня дежавю стрельнуло. Вот с этого момента я начал плотно смотреть. И потом, когда начал изучать передний подрамник, то, как расположен стабилизатор, какая форма этого подрамника, где расположена подушка кузова, что вся коробка очень сильно смещена к водителю. Стоит правая полосечка длинная через промежуточный подвесной подшипник. Это все очень и очень сильно мне напомнило именно Toyota Yaris. Я не берусь утверждать, что эта машина является именно Yaris в переосмыслении джили. Вот, снова украдено что-то. Но мне вот очень-очень, глядя снизу на эту машину, хотя, опять же, показать вам не могу, мне было очень сильное чувство дежавю, что я смотрю снизу снова на Toyota. Опять же, заднюю арку и снять колесо, и посмотреть на то, как сделана ступица, как сделаны все вот машинки, как это все расположено, тормозные механизмы. Все очень, даже крепление шлангов крайне похоже на то, как это сделано у Yaris. Может быть, это как-то не то, что заимствовался, а просто подсматривалось и бралось за какую-то основу, а потом сильно переделывалось. Я надеюсь, что именно так и было. Но пока ощущение именно такое. В любом случае, хочу еще раз повторить, что машина также крайне похожа на тот же X-Line, Rio X-Line, на тот же Solaris. По балкам, на самом деле, тоже можно подумать, что машина схожа, допустим, с теми же полоседанами, тоже очень похожая конструкция, но все-таки ближе туда к Toyota. И сразу хочу отметить, сразу хочу сказать, что если вы рассчитываете, что это паркетник, что здесь может когда-то появиться полный привод, ребята, честно, вот если посмотреть на эту машину снизу, как организовано именно пол в задней части этого автомобиля, где расположен бак, как сделана ниша в багажнике. Никаких шансов там разместить ни какой-то электропривод, ни какой-то карданный вал дополнительный. Здесь, в принципе, нет. Пол, тоннель, как проложена выхлопная система, как расположен бак, говорит о том, что это изначально проектировался как исключительно переднеприводный хэтчбэк, и, в принципе, эта платформа больше ничего здесь не даст. Да, видно, что, особенно крепление подрамника в передней части к кузову, крепление задней балки, видно, что изначально закладывалось, что это будет модульная платформа, как Джили заявляет, что это может раздвигаться в плане длины колесной базы, в плане крепления подрамника к другим каким-то автомобилям. То есть вся ходовая часть действительно, возможно, будет модульная. Это, в принципе, видно было снизу по тому, как организовано крепление подушек, как организовано крепление именно основных силовых элементов к кузову, к лонжеронной схеме. Ну, давайте похлопаем дверями этого автомобиля. Ну, вообще, конечно, честно скажу, дверями этого автомобиля лучше не хлопать. Закрывается он достаточно дешево. Как бы мне не хотелось похвалить в этом плане, но чувствуется, что автомобиль невысокого класса и закрывается достаточно просто. По багажнику. Ну и снова мы видим, что это классический автомобильчик. Во-первых, европейский автомобильчик, потому что вот такая вот компоновка сразу говорит о том, что это такой достаточно простой. И, ну вот, недорогой автомобиль, это видно сразу. Хотя здесь есть, как видите, вот розеточка, что хорошо на самом деле удобно. Ну, все это, хоть и отформовано достаточно качество, но все это сделано из такой дешевой, такого из дешевого простого карпета. Ну, ладно, как есть, так есть. Крышка закрыта, пластик есть. Ну и закрывается, опять же, повторюсь. Ну, да. Премиум тут особо, особо не пахнет, честно скажу. Что хочу отметить по вот системе эргономики, по климатической системе, по климатической установке, как здесь вот именно организовано управление системами удобства салона, то это все управляется именно вот с этого экранчика. Да, у нас есть подогрев руля, его можно активировать, но для этого нету никаких кнопочек, черточек. Все, что вы можете наблюдать здесь, это вот такие сенсорные вещи. Если вам нужно включить подогрев какой-либо, чего-либо, да, это делается только с экрана. И, в принципе, если вы стоите на парковке где-то и управляете всеми этими системами, то никаких проблем, конечно, вот включить подогрев, включить, изменить режимы там подогрева руля и прочее. Никаких вопросов, проблем с этим нет. Но когда вы едете в движении, вспоминать вот на этом экране, находить нужную кнопку, переходить вот в какой-то удобный для вас режим, чтобы активировать одну из функций подогрева, это, конечно, ну, это современно. Я понимаю, я все понимаю, что это 21 век, что нужно вот, что все было как у Теслы, что был вот огромный большой экран. Но, ребята, это просто неудобно. Пускай это где-то кажется красивым, но это излишнее. Так делать не надо было. Вместо обычной кнопки два клика, здесь нужно сделать вот три раза нажать на какие-то непонятные пиктограммки, чтобы потом найти нужную нам какую-то функцию или вот выключить этот подогрев по погрейке. Ну, это, ну, вот они так сделали. Ну, не знаю. Кстати, хочу отметить, подогрев руля греет руль по всей окружности. То есть вот у меня сейчас в МПС-ке руль греется только в зоне правильного, скажем так, правильного хвата руля. Во всех остальных местах руль остается холодным. Здесь греется весь, это прикольно. Давайте поговорим про шумоизоляцию в нашем новом джиле. Ну, как вы понимаете, это все очень неравномерно звучит, потому что на самом деле очень сильно слышна работа подвески. И сегодня, конечно, ветрено, но я сейчас еду с достаточно невысокой скоростью, 70 на приборке, 70 км в час. Ничего серьезного здесь нету. Тем не менее, даже ветер по зеркалам, по стойкам, по каким-то рамкам дверей завывает достаточно сильно. И это прям слышно-слышно. Если сравнивать с прямыми конкуренциями, с теми же самыми корейцами, то здесь достаточно неплохо. Но вот, блин, гремящая подвеска, это, конечно, это, конечно, лично меня немножко раздражает. Так, и что мы сейчас будем делать? Давайте померяем, сейчас включу немножко аварийку, давайте померяем разгон 0,100. Я включаю спорт-режим. Вот у нас приборка загорелась красненькая. Значит, просто, поскольку это у нас, сами понимаете, робот, то мы просто нажимаем вот с одной педали просто резко в пол. Ну, ESP давайте выключим. Вот пикнул на приборке, загорелась. ESP off, ESP off, все off. Короче, все готово, приборы готовы, просто в пол. Какие-то провалы, ямы. 9,02. 9,02, разгон 0,100. Напомню, что мы меряем при помощи V-Box Sport 20-ти герцового сенсора. Еще старая модель предыдущего поколения, более продвинутая, чем на самом деле сейчас. Гораздо лучше всех Race Logic, хотя производится той же компанией. Если отлично нет туканчика, приходится замерять на вот такой вот планшетик. Так, назад. Все то же самое. Тушим ESP. ESP отключено. Спорт-режим включен. Start Race. 9 спутников. Ждем гонки. Все готово. Машин нету. Просто в пол. На старте пауза. Пробуксовка. Крутится мотор, кстати, где-то до 5,800 примерно, да. Вот. 8,42. Ну, для городского хэтчбека более чем достаточно. Я бы сказал, даже отлично. От коробки я ожидал больше прыти, в том плане, что я ожидал, что переключения будут более такие жесткие, резкие, именно на спорт-режимах. Какой спорт-режим можно уже и выключить. Ну, скажем так, в принципе, ощущение от коробки такой, немножко ближе к гидротрансу, скажу, да. Ну, нормально она едет, в принципе, можно привыкнуть, не пинает, по крайней мере, не пинает из того, что я проехался, таких жестких рывков, особенно в комфортных режимах, я за ней не замечал. Шумоизоляция. Ну, тут и все слышно. И лужи, и камни, и громыхание подвески. Ну, пока едем 40, то есть пока, в принципе, если не брать звукоакустические какие-то моменты, пока, в принципе, едет сносно. Вот, даже сложные разбитые моменты, ну, только что гремит. То есть проскакало все эти вещи, проскакало достаточно надежно. В потоке, конечно, машина очень комфортная, очень удобная. И, в принципе, мне очень напоминает, вот, едущий справа, как вы видите, известный, очень известный в узких кругах автомобильчик. Крайне похоже по поведению, по тому, что мы ощущаем от автомобиля. И в плане шумоизоляции, вот, в принципе, устойчивости на дороге, отклика на руль. Где-то что-то очень схожее, на самом деле. Он очень красивый, конечно, он привлекает внимание. И здесь я ничего плохого не скажу. Действительно, в этот автомобиль можно именно внешне просто влюбиться, потому что, действительно, формы достаточно интересные. Красивые задние части, перед красивые. В принципе, все достаточно хорошо. И для таких вот неплохих, на самом деле, дорог, для, вот, городов с хорошим асфальтовым покрытием, мне кажется, эта машина должна сыграть очень хорошо. В плане езды по дворам, парковкам. Очень удобный именно ассистент-парковщик, потому что, на самом деле, это девушка, может быть, и хоть эта игрушка, но не повредит иногда, наверное, в сложных ситуациях. Плюс 360 градусов обзор. Обзор камеры стоят по кругу, что тоже, наверное, девушкам очень понравится, я считаю. А может, и не только девушкам. По эргономике, по салончику, ну, для моего роста, повторюсь, не очень была удобна именно сидушка. То есть, у нее нет такого режима, когда можно поднять переднюю часть подушки, можно ее только вот как бы заднюю часть вот вперед двигать, вот такой режим курочкой на этажерке сесть, да. Но когда-то даже мы опуская вниз, под ноги наклона не хватает. Хотя подушка достаточно длинная и хорошо развитая. Ну, если говорить про все остальные элементы, вот эта вот очень классная, вот эта бордовая такая вставка под кожу из пластика. Очень это все красиво выглядит. Это, конечно, огромный экран. Все сделано очень современно. Китайцы, вот в этом плане, китайцы развиваются просто семимильными шагами. И упрекнуть в чем-то, в каких-то моментах этот автомобиль, я просто не знаю, просто считаю невозможно. Действительно, очень красивый. И снаружи, и изнутри в этом плане все отлично. Ну, и давайте проедемся на более высоких скоростях. Мы выехали на одной из трасс под Минском, где, в принципе, официально разрешена достаточно высокая скорость. Вот. И давайте оценим, как этот автомобиль двигается, ну, скажем так, в условиях хорошего автобана. Ну, первое, что, в принципе, напрягает, то, что я уже говорил, даже в городе-то было заметно, это, конечно, ветер. Шумит абсолютно все. Мне даже сложно сказать, что конкретно шумит больше. Вот. Мы едем в Дугу на достаточно высокой скорости. Если верить спидометру, уже достаточно много. Уже за 140. И я вам скажу, что машина едет крайне стабильно. Все-таки это не паркетник. Все-таки это городской хэчбэк B-класса. Немножечко B+, скажем так, потому что он немножко все-таки растянут для классических размеров класса B. С учетом вот этого ветра сегодня, да, вот это 150-160 вполне комфортная скорость, на которой даже не хочется сбрасываться. Можно пустить руль, она едет прямо, на это очень стабильно. Никакого, то есть, желания подруливать, ловить машину, бояться, сбрасывать скорость. Вот еще одна дуга. Разгнались же до 160. Машина едет, ну, абсолютно прогнозируемая. При этом зимняя резина, достаточно валкая. Вот сейчас, значит, немножко появилось такое вот эффект плавания автомобиля морды. Ну, это, кстати, вот, кстати, как раз, скорее всего, именно резина начала немножко подвиливать. На 160 в дуге захотелось сброситься. Все остальное, вот, электроусилитель руля в режиме спорт. Мне нравится, как он едет, и вот мне нравится, как машина ощущается в таком режиме. Все более чем прогнозируемо, все более чем понятно. Главное преимущество на трассе этого автомобиля в том, что это изначально по своей конструкции и концепции именно хэтчбэк. Обычный городской хэтчбэк. То, что я вот рассказывал в обзоре, в предыдущем обзоре Lexus, да, то есть абсолютно то же самое. И это главное достоинство этого автомобиля, и главный плюс, почему он так хорошо и едет. Никогда, никакой паркетник, в котором заложена хоть какая-то минимальная проходимость, в котором заложены артикуляции, хода подвесок, он никогда не сможет и близко не сможет вот так ехать, потому что он будет и качаться, и шататься, и будут повышенные какие-то крены, и клиренс будет давать повышенную какую-то парусность, его будет поднимать, сдувать с трассы, такую, вносить, дестабилизировать машину. Ну, здесь этого всего нету, это просто городской хэтчбэк, как бы он внешне там не пытался прикидываться чем-то другим, вот, он остается по-прежнему этим городским хэтчбэком, и этим, черт побери, и хорош. Давайте покажу одну особенность этого автомобиля. Давайте вот я на трассе нажму кикдаун и послушаем, как у нас зашулен моторный отсек, слышен ли мотор при движении на трассе, вот в режиме обгона. Вот эти вот трицилиндра, да? Вы слышите мотор? Он закрутился в 6000. Что я хотел вам сейчас показать, да? Что вот именно моторный отсек, переборка, зашумлено очень хорошо, и акустические вот всякие шумы от двигателя полностью отсутствуют. Мотор трехцилиндровый, но не каких-то излишних вибраций. На холостых чуть-чуть можно где-то что-то ощутить. Да, это не рядная шестерка, вот, единственное, что заметно, да? То ли здесь хорошие, действительно, подушки двигателя, очень удачно подобранные. Возможно, здесь тоже джили, не джили, а воли, точнее, очень хорошо поработало. Очень много, он обложен вокруг всякими вибро-шумопоглощающими панелями, даже вот крышка двигателя, вот эта декоративная крышка сверху, сверху представляет себе такой огромный кусок поролона, пенопласта, чего-то такого вот звукопоглощающего. И поэтому мотора не слышно вообще. Вот мы едем, я реально слышу подвеску, я слышу ветер, но двигателя не слышно полностью. Может быть, чуть-чуть, что-то околотрансмиссионное такое немножечко, но я не сказал бы, что это гул, да? Но я сказал бы, что есть какое-то вот ощущение, что трансмиссия работает. Может быть, чуть-чуть, может быть, это резина зимняя вот так шумит странным образом. Скорее всего, даже это может и резина. В остальном услышать именно двигатель практически вот в остальных режимах. Ну вот я попытаюсь сейчас... Давай, робот, что так тупишь, блин? Ну вот мы докрутились практически в отсечку до 6 тысяч. Никакого шума. Просто ровно. Вот от мотора есть ощущение, вот когда современные бензиновые двигатели пытаются настроить их, придать им характеристики дизеля. Вот. И здесь это чувствуется. Здесь такой мотор по ощущениям такой ближе к дизелю. Такой снизу, такой тяговитый. И пытается ехать практически сразу. И ровно, плоско, монотонно тянет туда под самую отсечку, не проваливаясь нигде. Ну вот это вот такое примерно ощущение полки момента, я бы так назвал. Ну вот странно, почему капот покрашен 60 микрон, а крыло 110-115. Интересное, очень интересное такое наблюдение, да? Покатались мы сегодня на новом Coolray Gile SX-11. Вот спасибо автоцентру Gile Ventimiriaziva. Один из лучших на самом деле автоцентров по Gile у нас в Минске. Опять же, повторюсь, если вы хотите прокатиться на именно вот этой машинке, проверить, что я вам рассказывал, приезжайте конкретно сюда, именно здесь вам подскажут, расскажут в лучшем виде. Дилер очень плотно работает и с заводом, и в принципе и с клиентами достаточно лояльно относятся к любым покупателям, к любым запросам, поэтому на самом деле рекомендую вот именно сюда приезжать всем. Касательно машинки наши выводы, да? Мои выводы, что я хочу по ней рассказать сегодня. Вы знаете, если смотреть на машинку как на городской хэтчбэк, то эта машинка очень даже ничего. То есть конкретно почему? Почему она хорошая? Хорошая, да? Потому что на самом деле получить такой городской автомобильчик с динамикой, а я думаю, летом она проедет низкие 8 на зацепе, на хорошей резине, сейчас нашлифовала. Вот. Это очень-очень круто. На самом деле аналогов конкурентов нет. Единственное, что можно вспомнить, это Suzuki Vitarco новая, но она сильно, думаю, будет дороже. Это, правда, еще полный привод. Там все-таки такой уже действительно паркетник больше, а здесь все-таки конкретно хэтчбэк. Поэтому с такой урагано-динамикой на роботе, точнее, очень даже интересно. В плане езды, управляемости в городе, удобства очень круто. Внешка, ребята, ну, блин, еще раз, ну, блин, вот это, особенно задняя часть автомобиля, ну, очень здоровски. Настолько я не фанат таких ярких молодежных решений, но реально красиво. Внутри интерьер, какие-то решения по дизайну, все очень круто. В этом плане машина, конечно, реально цепляет. Хороший автомобиль в целом. Есть моменты, которые, ну, я не могу об этом не сказать, я надеюсь, что это как-то решится, исправится. Может, это проблема конкретно первого опытного тестового экземпляра, что очень скоро все это будет по-другому. То, что чуть шумновато работает подвеска, да, и она такая, может, слишком европейская. Ну, вот, все, что можно, я думаю, что это исправит, вот. Сидушка, ну, сидушка не так критична, на самом деле, более-менее. Вот, все, то есть, реально хороший городской автомобильчик, очень удобный в плане движения. Есть небольшие недочеты, но это, я считаю, первые такие при серийной образцы, которые, я надеюсь, все это пофиксится и будет хорошо. Мотор очень понравился, и шумка по мотору именно понравилась. То есть, тихо работает, хорошо везет, равномерно, никакого ощущения какой-то ущербности трех цилиндров вообще нету, суперски. И робот настроен тоже неплохо, на самом деле, есть небольшие провалы, но так комфортней. Так даже комфортней, плавный. Вот я последнее время поставил режим эко. И, кстати, расход, да, то есть, я вот вечером ехал, потом еще по кольцевой, 6, что-то 2, 6,3 было. Отлично. Да, ехал на круизе, там, в соточку, там, 99, но, блин, ну, здорово, 6 литров по такому трассовому расходу, бензиновый мотор, так, большие колесики, вполне себе. Ну, город, да, было десятка, ну, в принципе, а что? Я же все-таки тестировал автомобиль, соточку душил, где-то разгонялся побыстрее, поэтому я считаю, и по расходу она вполне себе в рамках приличий, да. Вот такой тест-драйв, вот, а на этом и все, до новых встреч, до побожения. Субтитры сделал DimaTorzok